2. Незапланированная встреча с медведем штука очень стрёмная. Хрен знает, что у него на уме, он ведь и порвать может. Но, как показывает вот это видео, неожиданная встреча с людьми для медведей тоже ебанистический стресс. Сегодня с медведем столкнулся. Мишка нормально всё убежал, у меня бамперу, хана, капоту, хана, переднему правому крылу, хана. Пиздец. Трофей, блядь, свой оставил. Не знаю, любой, блядь, россиянин по пьяни мог бы машину сильнее расхуярить, типа... Он мог, он должен радоваться, что это, блядь, никой-нибудь там, блядь, Иваныч, блядь, пьяный из леса выбежал. Там бы вообще пизда была. Капоту, хана, переднему правому крылу, хана. Ещё трофей, блядь, свой оставил. Хотя это, кстати, возможно, от Иваныча трофей. Ёбаный ворок! Блядь! Всё, от тебя и Мишка, ну и струганул на славу! Блядь, ебаль, этот, сука, он просто издевался над ним, как на шлюхой последней, блядь, круто. Медведь крутой. Тот и меня всем медведем называют, правильно? Или неправильно? Смотрите на этот всплеск коричневых эмоций. Да он будто из скала дробовика по касательной пизданул. Я худею в нашем зоопарке. Мне прям покоя не даёт характер самой дерьмокляксы. Я вообще никогда бы не подумал, что медведи могут так напористо спрейить. Иди, привет. Я даже не могу с уверенностью сказать, что это всё случайно произошло. Такое ощущение, что... Красолапый мудак. ...изуродовал тачку намеренно. Я ещё подойду, сейчас, секунду. Кот заблевал. Вот медвежка и решил отыграться, но уже в своём стиле. Сука, тупая. Сейчас ховно будешь жрать. Вообще, в таких случаях нужно срочно Епифанцеву звонить. Это дядька знает, как вести диалог со всякими засранцами. Чё, обосрался, что ли, мудак, блядь? И знаете что? Может, это у тачки просто судьба такая, быть изговняканной. Вот полюбас, когда мужик уже из сервиса на пофиксенной машине домой возвращался, ему ещё один нежданчик прилетел. Ебать его, блядь. Ребят, сзади меня вы можете лицезреть один из самых больших торговых центров в Канаде «Иттенцентр», находящийся в Торонто. Это многоэтажное стильное здание со стеклянным потолком и огромным количеством магазинов любых направленностей. Здесь можно найти и купить всё, только чего душа не попросит. Хоть кадушку, хоть корыто! Но знаете, чтобы хорошенько так закупиться, совсем не обязательно ехать в страну кленового сиропа и хоккея. Достаточно установить приложение «Пандао» с гигантским ассортиментом товаров на любой вкус, цвет и карман. Там приятно низкие цены и можно найти самые невероятные вещи на все случаи жизни. Не знаете, что подарить другу на ДРЭП? Обязательно чекните «Пандао». Ведь помимо всяких прикольных безделушек, там можно что-нибудь по-серьёз не вырвать. Типа телефонов, гаджетов, одежды. Кстати, за активностью... Принёс старые очки. Сейчас покажу, блядь, то, что они такие же были по рамкам. Смотрите. Видите? Примерно такие же по рамкам, просто эти, блядь, больше немножко. Типа, смотрите. Чикс, чикс. Вот. Они просто... Стекло по высоте больше, и они сами по себе шире у меня вот эти новые. Ебать, первое, там такая ржомба, блядь. Ржомба. А, серьёзно, Рокш? Ну вот, значит заебись. Значит, хорошее взял. Так, ржомба. Для ПК по рецепту, это для ПК очки. Ассортиментом товаров на... А где ржомба? Просто у тачки просто судьба такая, быть изговняканной. Вот полюбас, когда мужик уже из сервиса на пофиксенной машине домой возвращался, ему ещё один нежданчик прилетел. Пизда. Ебать, ёбать. Не, ржомба, реально ржомба. 228? По ссылке в описании, вам как раз таки соточка баллов этих и прилетит. О, что это за город? Это Нью-Йорк? Вы в первый раз в Пандау вводите промокод ЕБЕЙШИЙ. И вам ещё 200 баллов дропнется. Кому не рассказывать. А то ведь если остальные пиздюки прознают, волны чмырения не избежать. Коронто. И мне пиздец как интересно, на кого и из-за чего малой так жёстко сагрился. Не, ну серьёзно. А где? Кто сагрился, блядь? Главный герой которого заставит вас почувствовать себя абсолютно никчёмной каплей поноса. А, да это я видал, это блядь баяны ебаные. Ну что, как вам ощущенница? Получить пиздюлей и жопой в лицо от школьника. Такое дерьмо и жизнь может под откос пустить. Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Главное об этом никому не рассказывать. А то ведь если остальные... Кто не знает, это Владивосток. Вот это Владивосток. Это Арбат. Главное об этом никому не рассказывать. Устроить что-то мега-лютое, чтобы довести парня до такой крайности. Да ты чё? И почему, блядь, именно на жопой нужно было прыгать? Неужто малой хотел Йокудзуну закосплеить? Но это не так важно, на самом деле. Ведь видос довольно стрёмный и убедительный получился. И я, походу, наконец понял, кому он был адресован. Медведь из первого видео так охуел, когда ему это видео в Телеграм дропнулось, что этот... Косолапый мудак мне обосрал, блядь, её. Не, ну это жёстко. Я не понимаю, как это произошло. Мне довольно часто встречаются видосы, где кто-нибудь... Будто, блядь, он на скорости это сделал. Очень угарно смеётся. Я ору с таких видосов, но в выпуски они попадают очень редко, потому что про них ничего особо и не расскажешь. Но есть тут видео одно, о котором я просто обязан с вами поделиться. Итак, ор через три, две, одну. Блядь, мне такое не смешно, к сожалению. Но он пиздец красный. Единственный человек, с чего смеха я смеюсь, это вот этот, который, блядь, дядька мексиканец или кто он там, блядь. Блядь, да не смешно. А я нет, я ору. И ведь по-любому над какой-нибудь хернёй угорает. Ярош, привет. Кстати, тоже было ощущение, что в какой-то момент наш сеньор Помидор потерял связь с серваком и его зафризило. Я думаю, если когда-нибудь на зиму произойдёт апокалипсис и весь мир окутает тьма, единственным источником света будет роскошная полнородная улыбка этого смеющегося господина. Блядь, такие зубы. А ещё мне кажется, что такой смех не особо здоровая тема. Мистер Кливан от какой-то чайки его в отпуске подхватил походу. Ну а если наш хохотун с таким же эпичным лицом научатся и другие звуки издавать, то из него может получиться вполне себе качественный и эпатажный вокалист. Мне очень нрав... Я сейчас, кстати, даже давюсь паспорт, ребят, делаю визу и съёбываюсь. Сразу нахуй. История начинается с дикого экшена и забрасывается... Какой-то выпуск, да, что-то, блядь. Я прям в гущу событий. Вот вроде ещё ничего не понятно, но уже так... Мужикам и следующее видео, конечно, далеко не пиздата, но вот движ там лютый. Да, охуя, ты её поджёг-то, что-то. Сходи! Куда? Куда я поеду, блядь? А давайте выберем. Ебать, а что народа столько? Что?